Валерий Седов Телега на взломе Популярный интернет-мессенджер Атаковали мошенники Оружие в надежных руках У службы лицензионно-разрешительной работы Профессиональный праздник Исполняя мечты, сотрудники РНПК Присоединились к акции «Елка желаний» По итогам прошлого года Рязанская область вошла в 25 регионов страны Рейтинга субъектов по качеству жизни При его составлении Журналисты РИА Новости Учитывали 66 показателей В том числе доходы населения Демографию, безопасность Занятость и ситуацию на рынке труда А также жилищные условия Экологию, здоровье населения И уровень образования Практически все регионы Улучшили свои показатели Включая и Рязанскую область За год регион поднялся в таблице На две позиции А возглавляют ее традиционно Москва, Санкт-Петербург И Московская область Тройка аутсайдеров Еврейская автономная область Ингушетия и Тува Аккаунты в мессенджере Телеграм оказались под угрозой Схема похищения учетной записи Выглядит довольно просто Пользователи получают сообщения Якобы от руководства мессенджера Администрация, Телеграм Служба поддержки и так далее Как технически происходит взлом Расскажем далее Чисто технически это выглядит так Автор канала получает сообщение В котором говорится О проведении масштабного Обновления безопасности системы Для защиты данных Для подтверждения аккаунта Пользователям предлагают Перейти по ссылке Специалисты Банка России Просят этого не делать Они знают, что будет дальше После перехода Человек видит дополнительные инструкции Если их выполнить То можно навсегда потерять аккаунт Поэтому следует быть Внимательней Ведь адрес поддельной страницы Часто лишь незначительно Отличается от Официального сайта мессенджера Злоумышленники Меняют, убирают Или добавляют Один или несколько символов Названия сайта Для дополнительной защиты Мессенджера Аккаунта мессенджера Мы рекомендуем установить Двухакторную аутентификацию В настройках мессенджера Это пароль Без которого никто не сможет С другого устройства Подключиться к аккаунту Безмеда у него владельца Также не следует переходить По сомнительным ссылкам Вводить свои данные На непроверенных сайтах И передавать Третьим лицам Коды, пароли И иную Конфиденциальную информацию Отправитель сообщения Может называть себя Администрация Телеграм Служба поддержки Обновления Безопасность Можно, кстати, сразу Кидать жалобу На этих непрошенных гостей И реальная администрация Мессенджера Проверит их на спам В любом случае Предупрежден Значит вооружен Спонсор программы День города Выставка продажи Икра и рыба Камчатская Морепродукты С Дальнего Востока Можно купить Прямо в Рязани Официальные даты Создания подразделения Лицензионно-разрешительной работы И контроля За частной детективной И охранной деятельностью В органах Внутренних дел России Считается 12 февраля 1969 года Девиз отдела Оружие в надежных руках В преддверии 55-й годовщины Образование сотрудников Подразделений Госконтроля И лицензионно-разрешительной работы Росгвардию Торжественно наградили Вот так Со звонка в дверь И начинается Проверка хранения Оружия на дому Лежать оно должно В сейфе Под замком Стволы отдельно Патроны отдельно И сколько бы Наименований там не было Сотрудники Лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Будут скрупулезно Сверять номера В каждом случае За 23-й год Таких проверок Было больше 6 тысяч Если брать Комнат хранения оружия Обычных юридических лиц Там частное охранное предприятие Ибо ведомственное охранное У них Объем Оружия и патронов Не такой большой То есть да Вот если брать Торгующее предприятие Да То есть там Объем Как и оружия Так и патронов Он достаточно большой Занимает Вот эта проверка Длительное время Поэтому На проверку Выезжают 2-3 сотрудника Чтобы в течение Рабочего дня Успеть все это проверить Мы осуществляем проверку Условий сохранности Оружия у граждан Мы ориентируем всех наших сотрудников Чтобы они Строго и четко Проверяли условия Сохранности оружия Основная задача Отдела лицензионно-разрешительной работы Контроль за оборотом оружия На территории региона 12 февраля Отдел отмечает 55-ю годовщину Со дня своего образования В 69-м году В управлении Административной службы Милиции Был создан Четвертый отдел На который возлагались Функции по осуществлению Разрешительной работы На протяжении Своей работы Я вижу То есть Ну как менялось Законодательство Да То есть Оно все-таки Ужесточалось Уровень грамотности У населения Он начал расти То есть Больше стало Сознательных Людей В данном случае Именно вот Закон о вороте Оружие Он все-таки Как это печально не звучит Он написан Кровью Можно сказать То есть Поэтому Мы должны Вот это донести До всех Сотрудники отдела Лицензионно-разрешительной работы Провели больше 800 проверок Объектов Которые охраняют Частные охранные организации И это только За прошлый год Моя конечная цель Заключается в том Чтобы каждый Житель страны Например Придя в супермаркет Какой-нибудь Спортивный зал И видя Стоящего там Охранника Всегда Знал Что может К нему Обратиться За помощью И эта помощь Будет квалифицированной Потому что Мы Лицензировали Этого охранника Проверили Его подготовку И пройдя Все это Мы Выдали ему Определенные документы Благодаря которым Он может Квалифицированно Выполнять Свои обязанности Задача у сотрудников Только звучит Просто Соответствует ли Охранник Заявленным требованиям От частной охранной Деятельности На деле же Надо проверить Квалификацию Правильно ли Сотрудники Оформлены Прошли ли они Подготовку Если у них Карточка охранника За год Аннулировано Больше 700 Разрешений Лицензий И удостоверений Частного охранника С инспекторами Охотнадзора Мы на постоянной основе Участвуем В рейдовых мероприятиях По выявлению Нарушений Правил охоты Все выходные Мы в рейдах Задачи Всех лишить Либо перенаказать У нас такой нет У нас Главная задача Чтобы был порядок Чтобы было Как можно меньше Происшествия Лучше чтобы их Вообще не было Связанных С оружием Изъято больше 1200 единиц Огнестрельного оружия И порядка 5000 патронов Различного калибра Добровольно Сдали 54 ствола К административной Ответственности Привлечено Порядка 700 граждан Мои знакомые Меня часто спрашивают Какая конечная цель Твоей работы Я им всегда отвечаю Я и мои коллеги Оказываю Государственные услуги Вносим Достаточно весомый Вклад В безопасность Нашей страны По линии оборота Оружия Так и В части Контроль за частно-охранной Деятельностью Детективной Деятельностью С профессиональным праздником Сотрудников и ветеранов Отдела лицензионной Разрешительной работы Поздравил первый заместитель Командующего Центральным округом Росгвардии Герой России Генерал-майор Вячеслав Пытков Сотрудникам вручили Почетные знаки Губернатора Рязанской области Ведомственные награды И благодарности Начальник регионального Управления Росгвардии Генерал-майор полиции Виктор Лачев Подчеркнул Что более полувека Подразделения Лицензионно-разрешительной Работы И государственного контроля Качественно выполняют Все поставленные Перед ними задачи В том числе В сфере оборота Гражданского оружия Частной детективной И охранной деятельности Ёлка желаний Впервые стартовала В 2018 году И с тех пор Задача у акции Все та же Подарить радость И ощущение волшебства Детям Оказавшимся В трудной жизненной ситуации Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей Компании Присоединились К участию Во всероссийской акции Новый год Уже позади Но чудеса Продолжают случаться Вот так В будний день К дому семьи Гордиенко Приехали работники Рязанской нефтеперерабатывающей Компании С подарком Маленькому Ване Привет Меня зовут Сергей Я представляю Рязанскую нефтеперерабатывающую Компанию Мы привезли тебе подарок Как тебя зовут? Ваня Приятно познакомиться Соответственно Это батут Этот подарок тебе Такой подарок Загадала на ёлке Желаний мама Восьмилетнего Ивана Кристина Гордиенко О всероссийской акции Она узнала в отделении Где сын проходит лечение Решила поучаствовать Исполнитель нашего желания Нашелся Прямо на следующий день Мне позвонили Честно было какое-то такое ощущение И первые эмоции Прямо слезы потекли из глаз Спасибо людям Которые исполняют Желания таких детей Ну Просто реально приятно Спасибо Это как Ну как сказать Не знаю Поверила в сказку Наверное что ли Из-за своего специфического заболевания У Вани нет возможности Общаться с детьми своего возраста Посещать школу Или даже детские игровые площадки Потому батут скрасит Одинокие будни Каждый подарок для ребенка Это его заветная мечта Мы с удовольствием Принимаем участие В этой акции Потому что Каждый из нас Может стать Добрым волшебником Который принесет радость Нуждающимся Сотрудники Рязанской Нефтеперерабатывающей компании Присоединились к участию Во всероссийской акции Ёлка желаний Они исполняют мечты детей Из Рязанской И Херсонской областей Желанные подарки Получили 9 семей Оказавшиеся в трудной Жизненной ситуации Батут, синтезатор, сабборд Вот совсем небольшой список Детских желаний Мирону 5 лет Он вообще не знал Что сегодня ему подарят велосипед Мама решила сделать сюрприз Мальчик был в восторге Сегодня позвонили Сегодня же договорились о встрече Приехали, поздравили Ребенок очень доволен Мы планировали Такую покупку И подарок очень кстати Кроме подарков Нефтяники еще пригласили детей На экскурсию Столичный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации Патриот Они познакомятся с различными образцами Военной техники А также поупражняются На боевых тренажерах-симуляторах Потому подарок Только первый этап Большого поздравления Кому что рекомендует? Спасибо У Марии Чекучиновой двое детей Старший Камиль Младший Даниэль Подарки не выбирали специально Мама решила воспользоваться опцией Подарок-сюрприз В этом году такая возможность появилась На елке желаний впервые С подарком нефтяники Говорит, не прогадала Младшему достался конструктор По сбору радиоуправляемой модели А старшему Компас и инвентарь для занятий боксом В этом учебном году Камиль только начал заниматься боксом Все очень круто Мне очень нравится Буду ходить в них Использовать Политика социальной ответственности РНПК Помощь образовательным Медицинским и культурным Учреждениям региона Благоустройство поселка Турлатова Рязанского района Сотрудничество с Окским заповедником Тесно нефтяники работают И со школы-интернатом имени Политаева Для воспитанников Организуют походы в кино К Новому году Ребятам передали сладкие подарки Большое внимание РНПК Уделяет бывшим работникам Труженикам тыла В годы Великой Отечественной войны Накануне Дня Победы Традиционно Молодые специалисты завода Приезжают к ним в гости С подарками Приглашают на праздничный концерт Икра и рыба Камчатская Выставка продажа Снова в Рязани На торговую центру Круиз До 17 февраля Свежие, вкусные И нежные морепродукты По заверениям продавцов Остались считанные дни До двух важных праздников День защитника Отечества И международный женский день Приуроченные к ним выходные Обязательно будут отмечены Застольями с близкими людьми А главной закуской На любом празднике Станут морепродукты Чивыча, палтус, нерка, омуль И белорыбица Более 35 видов рыбы Холодного и горячего копчения А также слабого посола Здесь такой ассортимент Который удивит Изысканных курманов И настоящих ценителей Поэтому мобильную ярмарку Рязанцы всегда ждут с нетерпением Любимейшее лакомство в нашей стране Икра Незаменимый для средней полосы продукт Ведь витамины и жирные кислоты Которые содержат икра Позволяют поддерживать иммунитет В холодный сезон И спасают от авитаминоза Снова отзывы постоянных покупателей Свидетельствуют, что лучшую икру Приобрести можно здесь На выставке продажи икра и рыба камчатская Не только свежая, но и невероятно вкусная Рассыпчатая и зернистая Красная икра пользуется особым спросом Самая любимая Самая вкусная такая Взяли сейчас от белорыбища Попробуем Раскушим придем Для вкуса, для аппетита Нравится Нормальная рыба Особенно я люблю В основном такие Выставка продажи икра и рыба камчатская Работает эту неделю У торгового центра круиз Возле главного входа Приобрести продукцию с Камчатки Можно до 17 февраля Включительно Это были все новости на данный момент Еще больше информации Вы сможете найти на нашем сайте город62.tv И в группе в социальных сетях А на этом я с вами прощаюсь Хорошего вам вечера и спокойных новостей До встречи в эфире Это свершилось! Камчатские деликатесы в Рязани Цены от производителя Наша гарантия Это наше качество С 12 по 17 февраля У входа в ТЦ Куиз Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин